Как Ива, протягивающая ветки к зеркалу пруда, думает, что нашла сестру, бойцы и рефери, вытворяющие в клетке и ринге всевозможную дичь, думают, что настал их час славы, которая будет жить с ними вечно. Ну в принципе она и живет, только вот не всегда такая, каким хочется. Привет, тигровые креветки, с вами Федорович, а в этом видео кто-то посмеется, кто-то поплачет, кто-то будет презирать, а кто-то и позлится на действия бойцов и рефери в ММА, но никто не останется равнодушным. Баклажан на стебле дыни не вырастет, а из тупого забульдыги рефери не получится, но это не точно. В этом видео вы и усладите свой взор невероятным судейством, после которого выживают не все, а те, кто выживает, уже на бой не выходят. Супер реф позволил бойцу побывать в нокауте трижды за бой, но лежащий в полусознании боец сказал, «Рэф, ты че, я в порядке, меня после литры бурячихи не так кидало». На что реф согласился, ведь и сам он, наверное, не раз испытывал такое состояние и позволил продолжить бой. Еле стоящий на ногах и исключительно держать за сетку боец улетел в третий, окончательный нокаут после первого же удара. Не знаю, кто в этой ситуации больше всего начудил. Рефери, который позволил три раза улететь в потусторонний мир? Проигравший боец, который решил проявить геройство, не думая о последствиях? Или победитель, который, глядя на этого бедолагу, от всей души отпускал ему тумаки по лысой башке? Кривое дерево. Когда он нагнали секунданты и развернули, мужик точно так же гордо и уверенно начал праздновать победу в ринге. Все-таки воля и вера у бойца на высшем уровне, его улетевшее в астральное мир и сознание, просто отказывалось верить в проигрыш. Но рефери, посмотрев на эти гордые проходки, подумал етить-колотить, мужика надо спасать и сразу остановил бой. Ни один хлеборог не скажет, что пшеница с его поля плохая. Как и ни один рефери, заходящий в клетку, не скажет, что не знает правил. В этом бешеном поединке по ММА, который судил Ли Фоллен, один боец овладел явным преимуществом и начал добивать своего оппонента, что у него получалось быстро и жестко. Но наш рефери, как Цезарь, ждущий пока у гладиаторов полезут кишки, решил посмотреть, что же будет, если не останавливать бой, когда добивают бойца в отключке. Весь зал вместе с комментаторами были в шоке от такого непрофессионализма. Но я бы еще отметил отмороженного соперника, который, глядя на бездыханное тело, в лучших традициях бухих гопников добивал соперника. Как пораженный энцефалитным клещом волк не боится охотника, так и боец, жаждащий мести, не боится осуждения толпы, делая подлый удар. Кайри Янг на первой секунде боя, только дотронувшись левой перчаткой до перчатки Дэниэля Квинби, сразу зарядил правый прямой, отправив Квинби в нокаут, который рефери спокойно начал отсчитывать. Конечно, перед боем от Дэниэла было много трештока, как и после, хотя это можно понять. Но таким подлым ударом не место в арсенале настоящего бойца. Иногда язык губит человека, а иногда и спасает. Так и рефери. Могут проспать остановку боя и подвергнуть здоровье бойца опасности, а могут остановить поединок слишком рано, оставив всех в недоумении. В этом поединке рефери решил остановить бойцов, когда, казалось бы, один из них явно перебил второго. Но еще до полной остановки, как бы избитый соперник с легкостью пошел в ноги. А когда бой остановился, по нему вообще не было видно ни грамма потрясения. А вы что думаете в этой непростой ситуации? Тому, кто промок под дождем, роса не страшна. А когда ты здоровенный татуированный мужик, с ужасающей историей жизни, можно попытать счастье в ММА. Может, достаточно будет всех запугать. Джесси Старки, конкретный мужик, у которого за плечами не один год тюрьмы, захранение оружия и разбой, решил в 37 попытать счастье в ММА. Но, к сожалению для него, его оппонент не сильно испугался татух на лице и отправил депутанта в нокаут добивание. Будем надеяться, что мужик не расстроится и все-таки продолжит драться с таким колоритным видом. На лысой голове норковую шапку не носят, а чувака, который из Будуна ничего не видит, в клетку судить бой не пускают. Но это не точно. Рэфери Нил Холл остановил поединок после того, как Фил Леннон провел болевой прием на ноги противника, который сдался. Но, как оказалось, радость Леннона была слишком преждевременной, так как глазастый, как дождевой червяк Рэфери увидел в этом приеме запрещенные действия. Ни фанаты, ни официальные комментаторы поединка так и не смогли понять, что запрещенного было сделано и какой болевой был применен. А я таки подавно не понял, что именно скрутили или сломали сдавшемуся противнику, что Рэфери принял такое решение. У нитки дело маленькое, просто следовать за иголкой. А у зрителей большое, не закрывать глаза, когда пьешь пиво, а то можно проспать нокаут, такой как этот. Самый быстрый нокаут года от Рики Вайета за 3 секунды. Мах ногой, шаг назад, правый боковой, вот как выглядит идеальный план на бой. Особенно, когда ты спешишь в кабак прогулять гонорар с классными ринггерлсами. Алмаз не станет драгоценным камнем, пока его не отшлифуют, а боец бойцом, пока его не отметелят. Но иногда Рэфери принимают слишком поспешное решение и не дают стали закалиться. В поединке Джесси Романса в римских шортах и Деррика Оверстрита в белых, второй хорошенько начал околачивать противника под сеткой, как дед палкой груши во дворе, без жалости и сомнений. Конечно, Джесси просто держал руки у головы и активно не защищался, пропуская кучу жестких ударов по корпусу. Но при этом он не падал и не шатался, а вдобавок еще и схватил голову Деррика на удушающий. Но как раз в этот момент Рэфери решил остановить бой и отдать победу бойцу, который уже был в захвате. С одной стороны, можно понять Рэфери, который не мог просто смотреть, когда бойца избивают как мешок, но с другой, боец был полностью боеспособен. Что скажете? Как голый смеется над человеком в порванной одежде, так и диванные бойцы обсуждали мега-битву двух величайших нокаутеров – Монгола и Руки Базуки, которая, несмотря на статус боя за пояс UFC, оказалась непредсказуема, как летний дождь в пустыне. Все эксперты согласились с тем, что это новый уровень ММА, для которого двушки пива мало, ибо чтобы на такое смотреть, нужна хотя бы литра севухи. Но бой закончился феноменальным удушающим локтем по горлу, который за всю историю ММА не смог провести ни один легендарный боец, кроме Монгола. Для кого-то самый красивый город не так хорош, как родная деревня, а для кого-то наказание бойца в клетке – слишком желанно, что даже затмевает здравомыслие и рассудок. В этом поединке Нурматов провел отличный удушающий, но ему, видимо, так понравилось то, что получилось, что он не хотел отпускать захват даже после того, как Палмарис постучал о сдаче, и рефери начал выдирать бойца из его клешней, который как заяц попался у даву. Что Нурматов после этого рассказывал противнику, я не знаю, но огонь мести не должен затмевать здравомыслие и уважение в ринге. Рот ест, а пузо пухнет, так и у бойцов. Рот говорит, а кулак по нему бьет. Поэтому в клетке нужно не угрожать взглядами-словами, а делать дело, как Луис Перри, который отправил здоровенного Халка Махмуда Хасана в нокаут всего за 5 секунд. Все-таки чем больше шкаф, тем быстрее летит с балкона. Что может быть романтичнее, чем два дятла, выстукивающих марш Мендельсона на одном столбе дуба? Конечно, когда боец сделает предложение своей невесте в клетке, особенно после своего же проигрыша. На самом деле файтер Орландо Ди продемонстрировал, что бойцы очень нежный, чуткий и плаксивый народ, но их слезы никогда не текут от боли и страданий, а только от избытка чувств. После своего проигрыша он позвал в клетку свою девушку Стефани, прослезился, раскаялся в том, что проиграл, и предложил ей выйти замуж за такого лузера, как он. Красавица слезу, конечно, не пустила, но кольцо приняла. Надеемся, что у них все будет хорошо, а жизнь будет в гармонии, не похожей на вечный бой в клетке. Какой момент вам понравился больше всего и сколько семок вы успели сгрызть, пересматривая это видео? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. А если вы хотите узнать самые мощные приемы, которые сразу сделают вас чемпионами UFC, подписывайтесь на мой второй канал Грандмастера в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok